Лето – идеальное время, когда можно наверстать упущенное или открыть для себя что-то новое. Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова предлагает познакомиться с книжным обзором произведений для летнего чтения, которые помогут расширить кругозор и просто отдохнуть. Давайте насладимся самым теплым временем года на полную катушку, окунувшись в мир литературы. В этой подборке вас ждут разные книги – российские и зарубежные, классика и новинки. Наш обзор начинается с русской классики – произведения поединок Александра Куприна. Книга вышла в свет в дни разгрома русского флота при Цусиме, обозначившего военный крах царской России. Правдивое изображение Куприным армии, офицеров, солдатов. В центре повествования – молодой русский офицер пехотного полка, подпоручик Георгий Ромашов, служащий в провинциальном военном гарнизоне царской России. Его глазами читатель видит угнетающую бедность и унылое однообразие армейской жизни, с ее постоянным муштрой, лицемерием, процветающим пьянством, кутежами и постылой игрой в карты, с целью хоть как-то разнообразить досуг. Все это очень действует на главного героя, который влекся замужней дамой, что предопределяет дальнейшее развитие событий, нарастающих к снежных ком, и способствует разрешиться, к сожалению, единственным способом – дуэлью. История подпоручика Ромашова, которая казарменная неволя заставила задуматься о социальном неравенстве, о страданиях, угнетенных, о смысле и цели жизни, завершается гибелью героя. Следующее произведение – книга Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада». Автор на протяжении долгих трех лет путешествовал на фрегате. Был по бескрайним океанам в сторону Англии. Гончаров знакомится с новыми культурами и мирами. После Англии автор ждет далекие острова и тропики. После писатель продолжает свое путешествие в Россию и в самую последнюю очередь посещает Японию, которая в то времена была закрыта для любых иностранцев, из которой многие мировые державы, в том числе и Россия, хотели заключить торговые соглашения. Для него были интересны культура и традиции страны. Видно, что Ивану Александровичу присуще чувство юмора, иронии, критический взгляд на вещи. Он не склонен ведь впадать в эйфорию от происходящего, но и не зевает, подчеркнуто лениво. Ему просто интересно все, что вокруг происходит. Пожалуй, самое известное произведение «Братьев Стругацких. Фантастическая повесть». Понедельник начинается в субботу. Она состоит из зарисовок о буднях научно-исследовательского института «Чародейство и волшебство», куда попадает молодой программист Александр Привалов. Здесь вы найдете много сатиры на бюрократию, юмор и волшебство. Действие разворачивается на территории городка Соловец, а точнее в местном учреждении. Ни-чего. Это организация своего рода «Хорбвас» только в 60-е годы Советской России. Именно сюда устроился главный герой, сам того не желая, на должность программиста в вычислительном центре. Александр столкнется со множеством необычных существ, которые будут его удивлять и пугать. Он познакомится со странными механизмами, которые в обычной жизни ничего из себя не представляют. И в этом мире с ними происходят необычные вещи. В институте работает обитать множество фольклорных героев, таких как Баба-Яга, Мудрый кот, Транслятор, Джины и другие. Теплый ветер, застывшие капли лимонада на губах, фонарию дома, напоминающие о каком-то глупом детском воспоминании. Эти книги для тех, кто любит маленькие летние детали, возвращение к прошлому, светлую грусть и смех в компании с самыми близкими. Следующая книга, которая напоминает о теплом, «Лампово в детстве» в советском. Это Манюнина Рене Абгарян. Сразу скажу, это не детская книга. Это книга о детстве для взрослых, которая будет интересна и детям тоже, и даже современным. Книга описывает детство автора, ее лучшей подруги Манюни и ее сестер в советское время в провинциальном городке. Со смехом и иронией Абгарян пишет обо всем, что тогда составляла жизнь каждой обычной семьи. Дефицит, домашние закрутки, дача, игры во дворе с кучей детей, лазание по гаражам, музыкалку. Первомай, пианиеллагерь, детские проделки, о которых взрослых дыбом вставали на голове волосы. Про такое вот теплое, светлое, наполненное солнцем и смехом, любовью и шалостями, сельско-провинциальное детство обычных девчонок. Лето – это 92 дня чистого удовольствия, умноженного на хорошие книги. Лето – прекрасная возможность прочесть то, от чего долгое время не доходили руки. Роман Джерома Селлинджера «Над пропастью в Орже» повествует нам о нескольких дней из жизни Холдена Колфилда. Холден Колфилд – юный, открытый и наивный юноша в самом начале своего жизненного пути. Сын обеспеченных родителей учится в частно привилегированной школе, откуда и был исключен. И чтобы не возвращаться сразу после отчисления домой, он сбегает из школы и принимает решение пожить и отдохнуть несколько дней в Нью-Йорке. За эти дни он встречается с разными людьми, делая свои выводы о них и о новой жизни. На страницах книги мы видим рассуждения и взгляды на жизнь, одежды, опасения, мечты, столь свойственные юному возрасту. Если же вы хотите почувствовать эмоции и состояние героя, найти для себя новые мысли, и задуматься над философскими проблемами, которые часто подбрасывает нам сама жизнь, то смело читайте эту книгу. Автор затрагивает ряд важных вопросов, над которыми рассуждают и подростки, и взрослые. Главный персонаж книги пытается понять свое произносечение в жизни. «Дверь в лето» Роберта Хайнлайна повествует не о лучшем времени в году, а о поиске лучшего времени в жизни глазами главного героя произведения. Атмосфера книги по-летнему позитивна и наполнена размышлениями о пространстве, времени и изобретениях. Культовый фантастический роман, действие которого начинается в 1970 году о любви, предательстве, больших надеждах и крепкой дружбе с тем, кто никогда не под тебя не подведет, с котом, который вечно ищет дверь в лето, даже когда на улице метель. Главный герой талантливый изобретатель, роботехник Дэн, которому не повезло в жизни. Любимая женщина ушла к лучшему другу. Мало было душевной боли, как коварная парочка решила отнять у Дэна его маленькую, но перспективную компанию. Насильно усыпленный предателем, Даниэл просыпается в будущем. Пронизанная теплом и тонким юмором, дверь в лето цепляет той же идейской мудростью, с которой автор излагает простой, в общем-то, сюжет. Отдельное упоминание стоит Кот Питт, несомненно, один из лучших литературных котов. Определенно стоит прочитать ее книгу, чтобы открыть дверь в мир хорошей научной фантастики. Хочется вспомнить и современную зарубежную прозу. Возможно, вы уже слышали о ней или даже уже читали эти книги, но на них точно стоит обратить внимание. Одна из таких книг «Ежевичное вино» Джан Харрис. Это история писателя Джейма Кинтоша, который много лет назад написал замечательную книгу, настолько хорошую, что получил за нее престижную премию. Читатели и издатели долго ждали от него новых бестселлеров, но этого не произошло. Макинтош больше не смог написать ничего, хотя бы отдаленно напоминающая свою знаменитую книгу. Он переквалифицировался в мелкого писателя-фантаста. От работы приносило небольшой доход, и Джеймок дальше призываться своему любимому занятию вином. Нет, он не был пьяницей, но в маленьком подвале всегда хранился небольшой запас алкоголя. Ежевичное вино рассказывает о том, что никогда не поздно меняться и начинать же с чистого листа. Это произошло с героем романа. Пробов напиток, сделанный много лет назад старым другом, Джей почувствовал тягу к переменам. На глаза ему попалось сообщение о продаже большого дома с участком и садом где-то во Франции. Макинтоша поразил сходство строению с убежищем его друга и он принимает неожиданное для себя решение. Покупает этот дом и переезжает в него жить. На новом месте в жизнь Джейма Макинтоша входит волшебство. Читатели отмечают, что ежевичное вино, как и другие романы, отличаются особой атмосферой вкусов и запахов. Дженни Колган английская писательница, чьи романы настолько популярны, что в мире продано более трех миллионов экземпляров. Прославилась Колган в первую очередь благодаря романтическим историям с обаятельными персонажами и счастливыми поворотами судьбы. Один из них летний ресторанчик на берегу. Главная героиня книги 26-летняя Флора Маккензи. У нее нет парня и она безнадежно влюблена в своего начальника Джоэлла, который совсем ее не замечает. Но в один прекрасный день все меняется. Босс поручает Флоре решить проблему важного клиента, купившего недвижимость на маленьком шотландском острове, откуда родом она сама. Флора и не подозревает, что вскоре ее жизнь круто изменится и она станет хозяйкой маленького ресторанчика. Еще одна книга «Моя семья и другие звери». Первая книга греческой трилогии Джорадли Даррелла. С незменной любовью, безупречной точностью и неподражаемым юмором Даррелл рассказывает о пятилетней пребывании своей семьи на острове Корфу. Душевная струна. Автор рассказывает о своей немножко эксцентричной семье и первых домашних и не очень домашних друзьях. Черепашке Ахиллесе, Голубе Квазимода, Соленке Уиллисе и многих-многих других забавных животных. Настоящая британская проза о далеком острове Корфу, о животных и не только. Скорее, о приключениях семьи Даррелла. Большой, шумной и такой разной. Каким будет лето? В нем найдется место и для погожих деньков, и для загадочных туманных вечеров. Может быть, вы отправитесь на побережье, а может, навестите любимый дачный домик. Все это зависит только от вас. Нарисуйте свое лето, настроение теми красками, которые выбираете сами. А создать нужную атмосферу поможет чтение отличных новинок и проверенной классики.